Сейчас мы собираемся менять ему этот датчик, потому что он не очень ему подходит. Что он умеет делать? Двигаться его можно подключить к телефону. Беспилотный транспорт и логистические системы, умный город и безопасность, агропромышленные и биотехнологии. Это все направления отнюдь не взрослых ученых, а юных гениев. Гибкое детское мышление, свобода от стереотипов, отсутствие границ творчества. Все это позволяет совершить прорыв в серьезных сферах. 54 проекта подготовили для всероссийского конкурса воспитанники Кванториума. И каждая идея имеет практическую ценность и уже воплощена в жизнь. Он летает на определенной местности и скидывает определенные контейнеры, издавающие звуки и светящиеся в темноте, чтобы человек, заблудившись, мог их найти и нажать на датчик, чтобы определили, где он находится и спасли его в ближайшее время. Мальчишки из Волгоградского Кванториума за три недели придумали летательный аппарат-поисковик, который поможет быстро обнаружить заблудившихся людей и спасти тех, кто оказался в экстремальной ситуации. Ежедневно около 10 людей теряются в регионах России. Он может летать еще и по GPS, потому что именно сами контейнеры скидывают в определенные точки. А вот будущие светилохимии изобрели особый рано заживляющий крем без антибиотиков на основе желатина и меди. У людей обнаруживается устойчивость к бактериальным заболеваниям. И основной причиной данной проблемы является то, что люди очень часто используют антибиотики в повседневной жизни. В частности, в рано заживляющих мазях. И я решила создать крем, в котором бы использовался другой компонент. Другим компонентом стала медь, у которой есть антибактериальные свойства. Идея быстро нашла поддержку в Куанториуме. И вот уже два юных химика проводят опыты и готовят проект. Сначала для участия во всероссийском конкурсе. Конечная цель, чтобы изобретенный продукт получил разрешение на массовое использование. Сначала мы готовили раствор желатина с солью натрия для стабилизации вот этих частичек. Потом, вот сейчас мы делаем, мы как раз запускаем эти частички в этот раствор. И частички находятся во взвешенном состоянии постоянно и не смешиваются с другими. Они склеиваются с ними. Это называется коллоидный раствор. Он является основой для нашего крема. Новые технологии ребята предлагают использовать и в гуманитарной сфере. Например, для изучения истории. Волгоградцы придумали диораму военно-полевого аэродрома периода Сталинградской битвы с элементами картографии. Ее создали с помощью 3D-моделирования и творческих приемов. Деревья мы делали с помощью проволоки, губки и краски. Саму основу дерева мы делали из проволоки. А листья мы в кофемолке засыпали губку и с краской мы это все перемешали и приклеили все. А 3D-принтер как-то использовался? На 3D-принтере мы печатали все детали, людей, машины, здания. Мы сами задавали все. Они сами придумывают идеи и сами воплощают их в жизнь. И все благодаря опытным и неравнодушным педагогам. И, конечно, уникальным условиям, которые созданы в Волгограде на площадке Кванториума. За три года здесь подготовили 500 проектов, часть из которых уже проходит лабораторную апробацию и на равных соперничает с разработками взрослых. Подаем еще знания по электротехнике, по физике, смежные знания. Мостостроитель построил мост между столами, машина проехала, оригинальный проект. Сейчас вот они доработали, мостостроители, выступать будут снова на больших вызовах. Поддержка образования и творчества детей – один из приоритетов региональной политики. Областные власти не только расширяют и модернизируют сеть основных учебных заведений – детских садов, СУЗов и школ, но и открывают инновационные площадки. Они уже есть в Волгограде, в Волжском, оборудовали даже передвижной Кванториум. Уже и сейчас многие воспитанники таких центров – признанные таланты. Но задача не только вырастить гениев. Цель прежде всего в том, чтобы предоставить условия для творческого развития каждого ребенка.